Дорогие донбасские ополченцы, они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы, и, видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие и хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого? Вам уже должно быть понятно, что Путину не нужен Донбасс. Нужны не вы, нужна черная дыра. Понимаете, беда вся в том, что вам умирать не за что. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс чаще всего нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним, потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если бы вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК, оружие и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. А вы, вы только кушечное мясо. Вы только средство обеспечить войну. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист. Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна. Империя зла, потому что империи добра не бывает. И ради чудовищных амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть в ответе лет? Я что-то вас не понимаю. С Россией на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало и слишком много тех, кто хочет воссоздать империю. И вы для них только подстилка. Вот ваши противники, такие же молодые люди или постаршие из украинской армии, из национальной гвардии, которых вы почему-то считаете фашистами, они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины. Не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженец этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит. Чтобы она немножко чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу, жила так же мирно, спокойно и счастливо, как европейцы. Как вы понимаете, фашизм там не планируется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!